друзья здравствуйте рад вас приветствовать на своем канале сейчас в гаи пока в гаи оформляю и буду кое-чего делать все вам сегодня покажу все расскажу здрасте так вон моя машинка стоит это и бдд а вот дима приехал сменил автомобиль жестко жестко слушает это лексус так отмыл это твое или что это ты подобрал и приехал оформляться за него да то есть полный сервис мощно и так что могу сказать кузов страшненький но несмотря на то что все конечно все замечать ой ё-моё все замечательно кузов страшненький его надо перестелить вот эта штука она на мебельных болтах крепилась к вот этой вот эта штука все это кстати родная фанера но и естественно капец и что замечательно что очень замечательно что балки целые слава богу молочки целые вот это очень замечательно зато к баку доступ очень хороший ладно приступим что я могу сказать хорошо что балки живые вот хорошо что балки живые балки с балками ничего не делать не надо и вот это вот я тоже историю не понимаю как так то почему они на балке заканчиваются как-то посередине это же может продавиться непонятно вот эту эти кузов трехслойный вышел вот это родная фанера эту по моему где-то потом накрутили а вот получается два листа тут положили дсп там положил ой то есть осп там положили короче говоря бардачок небольшой развели но надо это все дело исправлять конечно естественно прежде чем выехать в якутию мне надо подготовить машину заменить масло хочу поменять стекла на утухших фарах потому что фары вообще не светят и хочу поменять кузов вот у меня такие мероприятия для того чтобы можно было груз увести кузов гнилой несмотря на то что и установка живая и двигатель живой спасибо диме огромное спасибо огромное диме не нереальное спасибо но все-таки есть косячок кузов гнилой совсем ну я это как бы и предполагал я это знал что буду его делать кстати москва очень странная какая-то каждый десятый слово не держит это это очень странно для меня было очень странно в кузове растительность грибы растения всякие кузове присутствует флора и фауна по-моему я где-то здесь видел бережу но это не точно это последний лист который я удалил с помощью крана вот этот вот новый сейчас посмотрю примере может подойдет туда гляну и начну поеду за фанерой и начну стелить ну вот сейчас остается вот это все дело сейчас остается это все дело до до оторвать и потом уже ехать за новой короче здесь есть все короче москва такая тема что здесь есть все ладно по 70 по 70 рублей надо брать круто я блин довольный а это мой борт вот такой вот да дело вот такие вот дела вот такой такой конец дня у меня на поиски болтов ушло целая целая куча времени вообще просто нереально на поиски ламинированной фанеры тоже ушел целый день практически обзвонов так далее и тому подобное но все есть все вот сложено и сегодня я уже все короче моя уже все вот такой вот у нас кузов сейчас мне осталось балки выдрать и такое по мелочи короче сделать все сейчас будет следующий день наверно скорее всего и так второй день меняю фары почему принял решение менять фары они в принципе не дорогие по 4000 почему принял решение потому что и так у хина это слабое место то есть они светят таким мутным светом тем более эти у него тут проблема вообще так вот видите все по прожигала этим сюда вставим вставили более мощную лампочку и и так то фары как бы пипец не светит а тут еще и вот такие истории ну надо все все насчет безопасности принял решение все-таки заменить так ради сравнения смотрите-ка а а вот это вот будет светить я ехал по мкаду ну потом когда с мкада съехал вот сюда вот она еле-еле короче ой то есть вот это вот еле-еле светила я вообще перед собой ничего не видел ну вот более или менее наверное будет хорошо вот все балки расчехлил получается в таком состоянии сейчас кузов вот так вот выглядит он так часто все дело собирать надо будет так вот все косточки на месте вот эти болты они нержавеющие цена блин ужас так все кости на месте теперь фанера самое интересное так первый блин комом у меня вот эти вот крючки короче говоря и вот это вот штука короче они мешают вот именно вот это вот дребедей надо будет все подрезать ну начало кузова я думаю что оно должно быть должно было быть сложным это уж точно там уже дальше легче пойдет по моему блин чё б я без этой штуки делал фиг его знает первый лист поставил сейчас еще это последний лист практически кузов готов практически короче кузов почти все и еще почему гладкий кузов получился потому что нет в москве перфорированной фанеры один листок обзвонил все вот конечно уже да было бы классно но получилось гладкий будет наверное дерзать конечно груз но ерунда стяжки все все короче исправит но все этот день тоже наверно концу подошел вот такая вот история нас верлил дырок и сейчас надо будет вот эти палки все по прикручивать как эту потом с этими всеми ребрами разобраться и будет кузов все ребра на месте это последняя балка сейчас надо будет его этот кузов поженить с рамой сейчас супружеские отношения интересно как будут развиваться эти болты с этими конечно ты очень интересно какая свадьба без драки эти вот товарищи которые не залазят они не совпадают остальное как бы все без access практически уже кузов готов ну что это все это готова кузов блин я так подсчитал я тут всего четыре дня по ощущениям я как будто тут уже два месяца вот так практически подготовлен через пару дней буду собирать груз вы посмотрите там до нюрбы едет такой интересный трактор потом там всякие еще уникальные штуки у меня три груза таких и 2 до груза одна женщина переезжает девушка и все такое и думаю все будет прекрасно но кузов действительно ровный гладкий и и такой надежный и еще один момент леонид бутырин написал для меня песенку я еще не подобрал видеоряд потому что там уже наперед написано о моем путешествии на все таки у меня просто только вот на это вот было все дело и кстати я тут не один трудился он андрюха мы с ним вместе этот кузов перебирали я у него тут на объекте бичую да спасибо ему огромное так ночью тут короче мелочуха осталось и в принципе все до скорых встреч увидимся будьте всегда здоровы до свидания и если кто вам скажет что кузов перешивать просто не верьте вот и сбылась мечта шуршат по асфальту шины из москвы через всю страну я еду в свои кино спасибо другу диме ведь он профессионал вот я сижу в кабине о которой давно мечтал и вот я сижу в кабине о которой давно мечтал вот и мкат позади до свидания столица мне проспекты твои ночью в тайге буду сниться а сейчас я мечтаю о доме скорей бы в нюргу добраться пожелайте мне удачи в пути а я уже буду стараться пожелайте мне удачи в пути а я уже буду стараться не скрипят подшипники хина пишет вперед со мной мои подшипники значит мне повезет звонят с ярославля в гости уфа зовет а я по нюрбе соскучился меня дома и она живет а я по нюрбе соскучился меня дома яночка ждет уютно мне в кабине учусь я на восток хорошая машина кино меня не подведет спасибо вам друзья что в гости приглашаете что мне лишний крюк в пути вы же меня знаете что мне лишний крюк в пути вы же меня знаете дорога мчится навстречу уральский хребет позади сколько друзей я встречу а сколько встреч впереди спидометр грет километры шесть тысяч как ни крути бьет лобовое стекло мне ветер я счастлив что я в пути бьет в лобовое стекло мне ветер я счастлив что я в пути сколько судеб и сюжетов великая страна все покажу вы увидите это она на всех одна я не прощаюсь с вами я с вами даже здесь в пути в дороге дальней на связи ваш олесь в пути дороги дальней до связи ваш олесь